Привет, с вами снова Софья Мироедова и библиотека иллюстратора. Напомню, что в этом сезоне мы совместно с магазином «Во весь голос» рассказываем о книжной графике и книжной иллюстрации. Что ж, сегодня в нашем выпуске будет книга Панциери и Феррари «Добрый крокодил». Итак, напомню, что углубляться в сюжет я не буду, а расскажу о том, что интересует конкретно иллюстраторов и за что можно полюбить те книги, о которых я рассказываю. А ну, все-таки пару слов о сюжете я скажу. Как вы поняли из названия, это книжка про доброго крокодила. Чем же она хороша? Ну, во-первых, я думаю тем, что помогает бороться со страхами. Сразу скажу, что я уже не ребенок, как это видно по видео, но читая эту книгу, мне, конечно, снова захотелось стать ребенком и снова захотелось бояться темных комнат и еще каких-то таких фантастических вещей, хотя здесь их немного. Книжка не про ребенка, да, книжка про крокодила, который хочет дружить, который хочет быть полезным. Да, есть небольшие вопросики к тому, как конкретно полезен этот крокодил. В итоге он просто превращается, спойлер, в домработницу для прекрасной семьи. Но, может быть, это и неплохо. В конце концов, он находит свое место, и ему очень нравится готовить чай, приносить его детям, родителям. И, в общем, он вписывается в семью, несмотря на то, что он такой страшный и большой, он даже не помещается на обложке. Но нас интересует не сюжет. Напомню, те, кто хотел про сюжет, вот уже услышали. Мне здесь интересна графика. Она просто захватывающая. Но, я думаю, достаточно открыть первый разворот, чтобы понять, как это классно. Зачем иллюстратору может понадобиться эта книга? Ну, во-первых, естественно, если у иллюстратора есть ребенок, он может подарить ребенку эту книгу, или, там, подарить какой-то семье с ребенком. Это понятно, не будем об этом. Иллюстратору эта книга понадобится, чтобы развязать себе руки. Если вы уже давно иллюстрируетесь и немного устали от своего стиля, может быть, от текущих задач, которые преследуют вас день от дня, и не знаете, как вырваться из этого цикла, хотите чего-то нового, хотите попробовать новые техники, но не знаете, с чего начать, вот, берите эту книжку и просто смотрите, как классно иллюстратор решил свою задачу. Кстати, иллюстратор Антон или Энтон, не знаю, Феррари, удостоен огромного количества наград и премий за свою книжную графику. Это важно, поскольку здесь это видно. То есть то, как он пользуется фактурой, то, как он лихо работает линией, это очень здорово. И при этом обратите внимание, что если бы мы убрали вообще весь цвет и оставили исключительно линию, то не могу сказать, чтобы что-то потерялось. Да, конечно, рассчитывая на детскую аудиторию, ты делаешь на это скидку и делаешь много цвета. Но если бы эта книжка была для взрослых, то можно было бы от него полностью отказаться и просто любоваться тем, насколько классно иллюстратор Феррари решает линии, графичные линии, объемы, движения, динамику. То есть это потрясающе. На самом деле, мне кажется, что Феррари мог бы стать новым Ральфом Стэдмана от детской литературы, потому что его графика очень похожа на графику Стэдмана. Действительно, просто посмотрите повнимательнее на то, как он работает с линией, как лихо он передает персонажей эмоции, как здорово он там закручивает этого крокодила. Я думаю, что это оно. Ну, просто для детей. Что еще? Если не говорить только про графику, но вспомнить еще про цвет, то можно сразу же окунуться в богатый мир акварельной иллюстрации. Сразу скажу, что здесь акварельную иллюстрацию, то есть акварель, Феррари использует очень уместно. Поскольку у него очень лихая графика, то и акварель должна ее оттенять. То есть она не должна перетягивать на себя все внимание. Она должна, ну, как бы идти рука об руку. При этом, если проанализировать все картинки, то станет очевидно, что в основном дополнительный цвет очень нюансный. То есть он не бросается в глаза, не слишком яркий, и он действительно идет как дополнение графики. Но крокодил очень яркий. И это как раз-таки такой акцент, который помогает вести внимание зрителя, маленького зрителя через всю иллюстрацию. Поскольку длинное тело крокодила в этой книжке, ну, по факту является той самой тонкой красной линией, которая проходит сквозь все повествование. И это очень здорово, потому что по факту в какой-то момент книжка начинает зацикливаться, ну, даже не зацикливаться, а входить сама в себя, когда мы видим, что крокодил в книжке ныряет в такую же книжку. Это очень мило и забавно, и заставляет нас, ну, скажем так, стать героями этой книги. По-моему, это очень здорово. Ну что ж, кому эта книга может понадобиться? Во-первых, тем, кто мечтает научиться рисовать лихо, как Ральф Стэдман и как Антон Феррари. Если вы просто скопируете все, что рисовал этот автор, у вас уже развяжутся руки. Ну и, во-вторых, естественно, я думаю, что эта книга очень хорошо помогает справиться с повествованием, ну, то есть научиться рассказывать простую историю через яркую и динамичную графику. При этом сразу обращу ваше внимание, что через то, как автор работает тушью, линией, там, цветом, раскрывается характер самого крокодила. То есть, по факту, графика здесь, она не просто является инструментом, который, да, рисует, она также является прямым отражением характера персонажа. Это тоже важно, и если вы иллюстрируете не просто, ну, скажем так, как механизм, а если вы стараетесь каждой своей новой иллюстрации привнести что-то большее, да, в вашу стилистику, в ваш подход, то я думаю, что эту фишку можно взять на вооружение. Ну что ж, с вами была Софья и книга «Добрый крокодил». Мы с вами, ну, точнее, я, но и вы со мной, сидим в книжном магазине в Петербурге во весь голос и разглядываем классные детские книжки. Не пропустите следующую серию и не забудьте подписаться на наш канал. Пока!